Кот. Такой кот. У меня здесь машинка работает. Да? Ай, кот, да. Ай! Чудик. А, чудик? Ой, чудик какой! Ой, какой чудик! Опа! Морковушка виляешь. Морковушка. А-а-а! Кто? А-а-а! А-а-а! Нельзя кусать! Руфа, сколько с Руфа сегодня? Не дает снять у себя поводок. Я каждый раз подхожу, чтобы снять, но не дает. Я его с утра отправила, потому что встала в 8 утра. Накрыть его нигде не могла, поэтому я его отправила сюда. Ругается, он до сих пор на меня в обиде. В общем, у меня с ним обычно, чтобы он у меня перестал обижаться 20 минут. Мне полчаса надо просидеть в вольере, чтобы заново вначале отцепить, потом еще 20 минут посидеть, чтобы прицепить и отправить обратно домой. Тоже хочешь выйти? Будет всего час. Все, простил меня? Дал отцепить поводок. Ну мой, ты хороший. Ругаешься на всех, ругаешься. Старый дед. Ты как Умка. Ты как Умочка. Почему он ругается? Но при этом все равно гладишь, он радуется. Но бурчит. Бурчит. Бурчит кот. Бурчит кот. Вот он, русиный характер. Вечно бурчать. Куняша любимый, да. Вот, 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 вот. Руфус. Ой, получил Руфус от Куняши. Кун-то за что? Он и так тяжело дается ему адаптаться, но это очень полезно. Я это делаю не потому, что, как некоторые написали, бедный в сарай его переместили. Для кота вообще не обязательно все эти диваны. Если что, дома он спит не на диване, дома он спит на шкафу, то есть на твердом. Для него абсолютно без разницы, опилки там будут, травка будет, или там будет ковер постелен. Лучше, чтобы травка, конечно. Ну чего ты мой сладкий? Ну чего ты мой бурчун? Ну чего ты мой бурчун такой? Пришел, прижался. Бурчушка мой. Да, ты мой бурчушка. Бурчушка мой. Вот. Для кота просто ему не нравится, что что-то поменялось. Знаете, это как маленькие дети. Когда вот что-то резко меняется, они настраивают истерики. Ему просто не нравится, что что-то поменялось. Он к этому привыкнет. И это ему будет полезно. Это сделано для его здоровья. Руфас изначально. Я не перестану повторять, что эти коты не подходят для содержания дома. Вообще никак. За исключением, если вы в доме там выделяете ему отдельную комнату. Но. 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 Еще раз много «но» могу сказать. Потому что коту нужен свежий воздух. Это очень важно. Я еще, к сожалению, не видела ни одной нормально выращенной, красивой, без проблем кошки, которая выросла чисто в квартире или чисто в доме без хорошего такого конкретного выгула. Причем выгул подразумевается не выйти на поводочки погулять, а нахождение на свежем воздухе. То есть. Вот у меня Ресси гуляет, там 20 минут побегают и все. И потом ложатся. Именно нахождение. Ну иди сюда. Иди ко мне. Иди, обниму. Иди, обниму, кот. Иди, обниму, мой хороший дом. Ну, честно, лохоткий котик. Вот выгул подразумевается большое нахождение на улице. То есть это тот же самый ультрафиолет усваивается. Ну, не ультрафиолет усваивается. Очень важен ультрафиолет, в общем, на улице. У меня какие-то проблемы, да, с ультрафиолетом. То я говорю, что дышит с ультрафиолетом что-то еще. Не могу выразить свою мысль. Вот. Выгул очень важен для животных. Очень важно нахождение на свежем воздухе. И, наверное, вы можете посмотреть кадры Симбы. Какой он ко мне приехал, квартирный котик, который спал на диване. И какой он стал сейчас. То есть он прям яркий пример того, как хорошо им на улице. Хотя, конечно, он злился на хозяйку, что из привычной среды его вынули. Можно даже на окуну посмотреть. Он первый год не гулял вообще на улице, а сейчас с улицы практически не приходит. В новых вольерах, которые дом строится, для них в этом плане будет идеально. То есть там будет и диванчик днем, где он будет бегать постоянно, общаться со мной, да. И при этом вечером у него будет своя комната. Я повторюсь, своя комната. Да. Своя собственная комната. С выходом на улицу. Сейчас на кого ты бурчишь? На Елисея с мамой? Да. Будет своя комната с выходом на улицу. Где он сможет беситься, бегаться. Там будут бревна, там будут полки в комнате. И выход на улицу. При этом днем он все равно сможет со мной общаться и валяться на диванчике. И бегать по дому, по лестницам и все такое. То есть я считаю это вообще идеальный вариант. Совмещение такой. Жизни. А то ночью он, ну по факту в комнате или даже в доме, ему толком не выбеситься. Потому что он же знает, что то или за это, нельзя. Он все равно не сильно проказничает. Ну хватит, да. Не подходите на маму теперь. Мама, она на тебя обижена. Крупус. Ты куну хочешь дать? Да. Куняшке корма мама передала. Потому что куняша всю ночь гуляла, пришел домой поесть. А я его закинула в вольер крупусу. Чтоб у него еда здесь была. На чем мы остановились? В общем, дома он все равно не так проказничает. Он знает, что то нельзя делать с осторожкой. В вольере таких проблем не будет. Он будет знать, что там нужно ему все. Бегать, прыгать, как угодно. И мышцы будут развиваться. И энергия будет уходить в нужное русло. Сейчас из-за того, что вольеры не готовы. Поэтому я его сажаю в свободное. Чтобы он также дышал свежим воздухом. На солнышке находился. В плохую погоду я его здесь не оставляю. Куняша его морально и физически поддерживает. Да? Кот. В общем, это важно. Это ни в коем случае не связано с появлением нового котенка. То есть не надо там ничего говорить, что вот кот появился, и этого сразу в вольер. Руфус изначально планировался в вольер. И я буду всегда говорить, что такие животные не подходят. Для домашнего содержания не подходят для квартир. Им обязательно нужен свежий воздух. Им тут просто лучше. То есть сейчас у него идет адаптация. И он потом привыкнет и будет носиться, и все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова